здравствуйте сегодня поговорим немного о посохе и на то что он вероятно способен я расскажу немножко в конце я давно хотел показать какие-то нюансы с последним вариантом посоха индикаторы я вам уже эти показывал вот эти тоже предыдущих выпусках значит сам посох теперь вариант такой это вот я последний делаю сейчас полу сделанный я специального кембрик одел чтобы показать что вот так пример одевается кембрик только на всю длину и потом феном закрывается значит сделан по размерам малые сажения очередной раз то есть общая длина его от начала до конца спирали и 1424 миллиметра здесь от начала до конца 178 миллиметров это одна восьмая длины малой сажене и вариант у меня такой то есть ну как обычно спирали с одной и другой стороны хотя как я уже говорил сколько раз что это неважно спирали или нет и здесь во внутрь вставлена капсула вот которую мы сегодня рассмотрим значит вот две половинки трубы это верхняя она покороче нижняя она длиннее потому что чтобы могла стоять не прямо на полу а чуть выше вот здесь вот сочленение пока здесь один винт пластиковые но еще добавится еще сюда и два сюда для укрепления для чего и как сейчас все объясню значит здесь наружу только выходит и сишный разъем usb и выключатель выключатель имеет возможность проводить свет поэтому вот он полупрозрачный и если мы достаточно под него подведем какие-то светодиоды а эти светодиоды ярко светятся вот в этом модуле как вы знаете там четыре светодиоды они довольно яркие если их правильно поставить тот модуль прямо под выключатель он будет достаточно ярко себя показывать что он включен когда выключаем тут на несколько секунд он еще держит индикацию потом включается ну как всегда мы можем вот он выключился показываю где находится тор то есть тор он асимметричен немножко ближе к верху идет но опять же это вот в этих пределах тор не имеет значения где он стоит конечно он не должен стоять здесь и не должен стоять здесь но отсюда досюда он может свободно находиться можете выбирать причем не обязательно чтобы он так был его можно и так в общем и боком это не имеет значения но эти эффекты вы знаете я уже показывал их когда уже светится просто не оттого что здесь тор а по другим причинам с обратной стороны вот где нога живо внук устанавливаем вот этот индикатор тоже достаточно ярко светится я уже показывал тоже вот он просвечивает через вот такую трубу поэтому я применяю белые трубы фирменную фирменную ну вот можете так посмотреть и конечно расстояние где-то 5-6 сантиметров даже больше Это все показывает, что мощность здесь стоит около ватта. Теперь заглянем угол внутрь. Вот верхняя часть, она зафиксирована и она может быть вообще заклеена сюда, если для надежности считать, а вот нижняя часть, сейчас мы вытаскиваем верхнюю часть, вот у нас провод, мы можем его отпаять. Но нижняя часть, вот нажимаем второй раз на кнопку и вытаскиваем вот эту вот систему. Вот тор, вот генератор с радиатором, так как это все внутри, в замкнутом пространстве, то конечно желательно и на, обычно используется как длительные, там на часы, а то и сутками, например у меня они не выключаются по суткам. Вот два аккумулятора. Отпаиваем конец. И вытаскиваем. Здесь, когда потом мы это вставляем, перед этим сюда вставляем в это отверстие тоже какой-то проводочек наружу, припаиваем к этому кончику, затаскиваем, когда вставляем и потом уже этот кончик припаиваем сюда. Надеюсь, вы догадались об этом. Значит, капсула тоже самое. Отсоединяем. Конечно, можно это сделать на разъемщиках. Но эти разъемщики нужны фактически один раз. И любой разъем это, как электронщики знают, всегда минус надежности. Вот у нас капсула. Тут два аккумулятора по 3 ампер часа, то есть 6000 мАч. Этого хватает где-то на 12 часов работы самого посоха. Зарядка сама. Вот она светится там. Четыре светодиодика и как раз попадает на выключатель. Здесь я сделал отверстие, потому что на будущее, думаю, все-таки здесь провести леску на верхнюю и нижнюю сторону. И сделать такие колебательные движения. Ставить туда небольшие лепестки фольги, чтобы они там могли свободно колебаться. Вот здесь вот тор трефилярный. Все, виток к витку. Один к одному. И вот получается так, что верхняя часть закрепляется здесь двумя винтами. Ну, это можно, как я сказал, что один раз припаять и потом проклеить для надежности, чтобы оно там ничего не шевелилось и не выскакивало. Вот или поставить на два винта. Еще два винта на нижнюю часть, которая вставляется. И все это уже держится достаточно серьезно. Если надо, я на этот пенал могу дать файлы, мне не жалко. Чем хороша вот такая конструкция? Ну, я вам показал, как можно из двух половинок это сложить и закрыть. Вот. А можно сделать такую, взять такую же трубу, только метр пятьдесят и прямо туда вовнутрь, на середину ее затолкать. Естественно, предварительно просверли в отверстие вот под это. И уже там ее закрепить вот, например, на винтах или еще чем-нибудь. Факт то, что у вас будет единая труба и вот такая капсула внутри. И все. И эту капсулу вот можно и самостоятельно ее вот просто ее одеть вот. Вот так вот полностью замуровать и использовать для каких-то других целей. То есть, для переменных излучателей. Каких-то, например, на огороде там раскинут на несколько метров одно в одну сторону, другое в другую сторону. Если надо, пожалуйста, на подзарядке. Можно держать это сутками. У меня посохи работают уже полгода. Я их не выключаю фактически. И все идет через зарядку. То есть, они у меня все время на зарядке стоят. То есть, аккумуляторы фактически не используются. Иногда, когда если свет вырубится или кто-то вырубит, или я тут что-нибудь меняю местами, то, конечно, переход на аккумуляторы. Применяется вот такой кембрик. Я специально вам немножко показал, одел сюда. То есть, вы одеваете такой кембрик, какой вам по вкусу. Или полностью, или частями. И термообработкой. Каким-нибудь феном. Даже домашний подходит. Вот. И еще. Те, кто напоминаю. Я уже, по-моему, когда-то говорил, что вот фольга. Вот тут я сейчас медную применяю. Раньше вот применял вот алюминиевую. Вот видите, нарезал там когда-то. Просто последнее время я сейчас только медь применяю. Вот это вот были заготовки для последующих посохов. И, как видите, здесь сама лента рифленая. То есть, я специально отобрал рифленую. Так вот, я вам уже говорил, что желательно, чтобы вот сама лента тоже была. Не надо ее делать строго, чтобы она была ровненькая, тут лежала все. И вот все ровно-ровно там прямо раскатывалось. Нет, наоборот. Желательно даже вот больше вот делать вот так вот. Чтобы была неровность, были неровности. Я уже, по-моему, вам говорил об этом, что это имеет значение. И это лучше, чем когда полностью поверхность гладкая. То есть поверхность должна быть шершавая излучательная. Это лучше. Вероятно, возможно, если у меня будет возможность, я все-таки объясню, почему, как и что. Ну, а теперь немножко физики. Я вам уже говорил, что эти посохи работают вот таким вот шарообразным или как кокон. То есть излучение у них происходит в виде кокона. Но именно кокон идет двойной. Вот здесь вот, например, мы представляем что-то излучатель один и второй. Вот когда мы параллельно ставим телу, от одного идет излучение. Вот так вот. Ну, то есть оно, конечно, во все стороны идет. Ну, в общем, но вот как бы составить, если рисунок напряженности постепенного убывания, то максимальная напряженность исходит вот так вот. Вот отсюда, от конца излучателей где-то под 45 градусов. А дальше уже рассеивается значительно больше. То есть вот такой вот, грубо, контур. Хотя тут контура никакого нет. Оно постепенно-постепенно уменьшается. С другой стороны то же самое. И вот когда мы очень близко находимся, то что вот я вам говорил, что вот есть ямкостная связь, а есть энергосвязь. Вот ямкостная, когда вы очень близко возле излучателя находитесь, то есть практически соприкасаетесь с ними. Даже через изоляцию, если. То вот это ямкостная связь. И это уже другой тип энергии. А когда вы находитесь на расстоянии, причем в достаточно большом, то есть полметра, метра два, то это уже другая энергия. И связь уже не ямкостная и не электростатическая. Это уже связь идет энергетическая. И сам посох, из-за чего вот его конструкция такая, что вот два излучателя, они когда вместе пересекаются друг другом, они образуют на этих пересечениях, а это получается, как я уже сказал, в итоге кокон вокруг посоха. Возникает на где-то на полметра, метр уже переход биоэнергетической воздействия. Вот статика смешивается, она тут и так вихревая. И она выходит отсюда, получает свободу в пространстве. И уже через полметра, метр становится биоэнергетической. И вот это вот самый, самый ценный для нас вариант. И дальше уже особо не имеет значения само расстояние, потому что при желании, так как биоэнергетика, она вообще не имеет границ. Ее можно передавать при желании и умении на значительное расстояние. Но так как это псевдоэнергия, она все-таки ограничена по возможностям. К тому же она неуправляемая, она просто излучается отсюда. И вот где-то на несколько метров, там даже 5-10 метров, она создает некое биополе вокруг пространства, где живые организмы взаимодействуют. Вот что я заметил при этом за полгода. Дело в том, что помните, что еще в марте месяце я объявил миссию. Вы знаете какую, я не буду сейчас говорить, потому что мне пришлось даже ролики убрать, эти с показа, чтобы меня тут не закошмарили, так как у меня уже проблемы по этому поводу. И меня очень сильно сейчас давят. Я не знаю даже, как выпутаюсь с этого всего, так как живем в соответствующей стране. Но вы помните, это мою миссию. И то, что мои посохи включены круглосуточно уже полгода, с марта месяца. И вот что я заметил. Ну, во-первых, мы постоянно находимся под воздействием, так как дома не так много места, чтобы где-то далеко от них находиться. То есть мы постоянно находимся в взаимодействии, вот у меня от двух до четырех посохов одновременно включены. Ну, как когда, когда я их там раскидываю, кому-то отдаю, кому-то передаю, то на время, кому на постоянно. Вот сейчас вот закончились посохи, новые делаю, осталось только вот дежурные. Но факт, я заметил одно. Конечно, это пока надо проверять, поэтому я обращаюсь к вам. Дело в том, что я заметил, что, например, где-то еще месяца три назад по своей жене, что она у меня сильно помолодела. То есть, ну, можно по-разному, конечно. Сейчас весна, там люди вес сбрасывают, но мы, ни я, ни она специально тут на диет не сидели. И как-то специально вес не сбрасывали. Но, тем не менее, и у меня, и у нее сбросился вес. У меня, например, вес когда-то до пятидесяти лет, где-то так, держался в пределах около шестидесяти пяти шестидесяти семи. И вот в течение там где-то от двадцати лет до пятидесяти, вот тридцать лет в пределах, он у меня был примерно вот в таких вот пределах. И где-то после пятидесяти вот я немножко добавил, и у меня там семьдесят семьдесят два было вес. Я уже даже заметил по некоторой одежде, что, да, одежда у меня уже немножко узкая стала. И вот я заметил к лету ближе, что и я, и она, во-первых, мы относительно похудели, но похудели странно. Не так, как худеют, вот если сидят на диете. По-другому. И я вот обратил внимание как-то так, стал замечать сильно, что у меня жена стала моложе. И я как-то вот стал себя чувствовать так, как будто мне такое ощущение, что я стал моложе. Я уже не говорю про тонкости всякие, там, болячки какие-то мелкие, которые вот хронические, которые я еще с детства получил, и вот они эхом еще до сих пор отдаются. Тем не менее, я заметил, что какой-то есть эффект. И еще, у меня этажом выше соседка живет, ей за пятьдесят. Я сперва не понял тоже, ну, как-то так вижу, как-то она поменялась. Но уже, когда я все сопоставил, я понял, что да, она тоже заметно помолодела. Стала бодрее, как-то так взгляд у нее моложе стал. И она похудела, она была значительно так, вес у нее был заметен. Она стала значительно худее. Такая подобралась, прямо не ходит, а чуть ли не прыгает. Это все, я не говорю, что это так, на самом деле. Может это совпадение, может быть. Так вот я, это первый раз, когда раньше я всегда десять раз проверю, а уже потом вам рассказываю и показываю. Но на этот раз у меня, ну, где я проверять это буду? Во-первых, это надо несколько месяцев, чтобы проверить. Минимум два-три месяца где-то на кого-то воздействовать, поставить круглосуточно посохи. Несколько штук. Желательно от двух-трех посохов, что стояли вот где-то, например, в комнате соседней или вот рядом где-то. Ну, то есть в пределах двух-трех метров, чтобы они находились. И вот эти посохи, вероятно всего, они настолько тонко воздействуют уже на организм, что он начинает просто, ну, я не говорю, что он совсем молодеет или как-то еще, а приходить в какую-то идеальную норму. То есть характеристики организма настолько улучшаются, что организм просто как-то из того старения, которое должно быть, он немножко отодвигается. Это надо все проверить. Поэтому я вас призываю, у кого есть возможность по два-три-четыре посох оставить где-то там в пределах комнаты, чтобы вы вот поставили и вот ими пользовались. Я знаю, есть немало мне рассказывали ребята, что они вот вообще не выключают посохи, но по одному. И они находятся там где-то то в одной комнате, то в другой. Но вот у меня, например, жена, она находится постоянно по несколько часов в сутки, по 3-5-6 часов в сутки вот в пределах действий этих посохов. Причем не 3-4-5 метров, а буквально 1-2 метра. Потому что комната не такая уж большая, заставлена и мебелью, и всем остальным. И примерно вот если по углам ставить, как я обычно ставлю 4 посоха, то вот где-то в пределах получается метра двух находишься где-то чуть ли не в центре этих посохов. Вот это вот я хотел бы вам рекомендовать проверить. И если вы заметите через месяц-два какие-то результаты, то обязательно мне сообщите. Или в Телеграме, у меня есть канал, или вот на Ютубе. Кроме очередного обнаруженного уникального свойства, которое я вам сейчас только что описал с омоложением, я еще хочу рассказать про одно интересное событие, которое тоже, вероятнее всего, будет иметь значение. Вот вы видите архивные съемки. Это было еще более полутора года назад, в начале прошлого года. Я делал посох автономный очередной. А вы знаете, я все стараюсь сделать автономно, отдельно на аккумуляторах, чтобы никуда не подключаться. Вот этот вариант был еще на ТДА-7056. Соответственно, сам генератор и питание было отдельным от посоха. Тем не менее, этот вариант улетел очень далеко в одну из стран, где успешно применялся. Вы видите, что он разборный. С двух сторон стыкуются дополнительные излучатели. Такой полугибридный. Но это один из вариантов. Так вот, год назад я вам презентовал очередную разработку уже генератора. На 88-71, которая была очень малопотребляемая, с высоким КПД, миниатюрная. И я сразу же перевел все свои изделия, разработки на этот модуль. Соответственно, вот это вот был первый посох, который я сделал. Именно со встроенным уже модулем генератора. То есть, посох был полностью автоном. И тоже он улетел в далекую страну, на юг Черного моря. Те его всячески подвергли экспериментам и испытаниям. Вот это одно из фото, где лечили ребенка довольно эффективно. Но не это главное. Главное в том, что был поставлен эксперимент. Вот вы видите комнату. Это комната непростая. В той стране, где она сейчас находится, этот посох, там предусмотрена такая ситуация, что в каждом доме обязательно должно быть бомбоубежище. Ну или помещение, какая-то комната, которая оборудована под бомбоубежище. А эта комната как раз такая и была. То есть, здесь довольно толстые стены железобетонные. И они должны выдерживать прямое попадание снаряда. И эта комната использовалась как массажный салон. Вот этот посох туда поставили для того, чтобы кроме массажа пациентам, еще и попытаться попользоваться этим посохом и посмотреть, какое будет действие. Его ставили примерно в метре от пациента. И недалеко от окна. Вот этого. Само собой, там фиксировались различные результаты по этому эксперименту. Но произошло некоторое чудо. Буквально через 2-3 недели, вот этот кактус в виде лианы, который находился снаружи решетки этого помещения, вдруг зацвел. Как те, кто там живет, они говорили, что этот кактус никогда не цвел. Ему больше 10 лет. Ну, после того, как там недалеко постоял посох, вот произошло такое чудо. Они были очень удивлены, конечно. Что же произошло, по моему мнению? Дело в том, что когда этот посох использовался, а включался он, конечно, не все время, а на время сеанса работы с пациентами, и так как он был абсолютно в автономии, произошло такое действие. Так как это бункер, то есть там железобетонная клетка, вот и на окнах. Опять же решетка, причем, вероятно, всего она не заземлена. Так же, как и внутренняя арматура, которая использовалась в этой конструкции. Да и к тому же почва здесь достаточно сухая, жарко. Поэтому, вероятно, это все не заземлено и находится в подвершенном состоянии. А, соответственно, так как там посох находился, он переизлучает эту энергию, и вот она переходит на вот эту коробку металлическую, которая начинает фонить. Как результат, все живое вокруг имеет некоторую подпитку. Но видно тут, что кактус, он здесь привязан прямо к решетке, может, это тоже какое-то действие дало. Но, тем не менее, вот эта вся история очень интересна тем, что подтверждает все мои предположения и цели, которые я ставил по посоху. И вот вам рекомендую тоже поэкспериментировать, у кого есть какие-то парники или что-то такое просто, или даже грядки. Создайте что-то решетчатое вокруг или около растений, деревьев, кустов или то, что вы там выращиваете. Может быть, на подоконнике своя оранжерея. И вот поставить посох недалеко от какой-то металлической конструкции, которая не заземлена. И вот посмотрите, что из этого выйдет. Мне хотелось бы, конечно, посмотреть, что у вас получится. Так как, если это сработает на самом деле, то есть это не единичный случай, а тут явно подставы быть не может. Потому что хозяева сами очень удивлены, что такое произошло. То, вероятнее всего, это будет еще один плюс к возможностям самого посоха. И, как я вам уже сколько раз рекомендую, использовать его всячески в виде лент. Не обязательно как посох, а просто симметричные системы должны быть, разбросанные по грядкам, по деревьям, по растениям. И не обязательно включать большую мощность, как я вам говорил. Вот именно на малой мощности. Вот это фрагменты записи уже после того, как он стал отцветать. Сам кактус несколько метров. Надеюсь, эта информация для вас будет интересна и даст пищу для размышлений и повод для экспериментов дальнейших. Так что всем пока, до скорой встречи.